Танец – это микс грации, в то же время силы, легкости и в то же время физической выносливости, красоты, яркости и изнуряющих тренировок. Это только кажется, что пары будто парят над паркетом. На самом деле, каждый из элементов оттачивается даже не днями, а годами. Артем Козыра и Анастасия Веслова знают цену, видимо, молоску. Они – одни из сильнейших танцоров-профессионалов Беларуси. Им не раз покорялись пьедесталы различных топ-турниров, но этому всегда предшествует изматывающая работа на тренировках. Физическая подготовка обязательно. Мы тренируем и выносливость, и силу, и развиваем свое тело, мышцы. Тренировки проходят три раза в неделю, общие занятия. Плюс, конечно, физическая подготовка, хореография. И самостоятельные у нас торн четверг-дни. На выходных обычно соревнования проходят, но если их нет, то мы тоже сами тренируемся. Перед турниром мы обычно стараемся заниматься два раза в день. То есть с утра, потом перерыв на обед и потом вечером. В спортивных бальных танцах различают две программы – строгая европейская и зажигательная латино. Каждая из них включает по пять мелодий. Казалось бы, чего проще – выучил 10 танцев и вперед покорять публику. Только мало кто задумывается, сколько калорий тратится во время исполнения хотя бы одного танца. При этом на крупных соревнованиях приходится выходить на паркет как минимум трижды. Да, в этом виде спорта тоже есть квалификация, четверть, полуфинал и финал. А вот чего нет, так это мелочи. Я расскажу немножко о том, как нужно правильно становиться в пару, про осанку танцора, как ее выстроить. Значит, для начала нужно встать на одну из ног, я пусть встану на правую, собрать свой живот внизу, так называемый нижний центр. И еще у нас есть чемпионская точка, так называемая, вот эта. Она тоже растягивается у нас наверх, как будто за нитку, таким образом. И вот так мы вытягиваемся наверх, потом партнер приглашает партнершу в пару. Он вытягивает руку, партнерша дает свою. Мы закрываем пальцы и подводим партнерша к себе. Партнерша становится немножко справа от партнера, с правой стороны. И получается у нас окошко. У партнера с этой стороны свое, у партнерши свое, с левой. Потом партнер закрывает руку на лопатки партнерши, лосьте смотрят в стороны. Я себя уже не представляю без них. Если даже выходят какие-то выходные, то мне все равно. Можно полдня полежать, посмотреть телевизор, но потом понимаешь, что чего-то не хватает и уже хочется куда-то идти. Перед турниром сняются сны, про то, что ты танцуешь на турнире где-то, и потом глаза открываешь, понимаешь, что ты в кровати, но ты настолько устал. Как и в любом виде спорта, в танцах все начинается с самого детства. Школа танца – это, пожалуй, самая первая и младшая возрастная группа. Движения детей, конечно, далеки от совершенства. Ошибки встречаются регулярно. Но они занимаются всего год-два и уже знают как минимум четыре танца. Они, отличая джаев от ча-ча-ча, с легкостью могут исполнить польку или вальс. У меня танцами занимается внучка уже третий год, и, конечно же, видны те изменения, которые произошли с ней и внутренние, и внешние. Внешне она стала более подтянута, она научилась держать спинку. У нее появилась прекрасная улыбка на лице. Она знает, что она девушка красивая, та, которая должна показывать себя в этой жизни и показывать с лучшей стороны. Во-первых, осанка. То есть он всегда держит спину, всегда держит голову. На физкультуре очень помогает. На физкультуре лучше всех прыгает, допустим. То есть я считаю, что очень даже помогает. Танцы развивают физическое здоровье. Работа с подрастающим поколением – одна из приоритетных задач Белорусской Федерации танца. Здесь не обещают сделать из всех чемпионов, но развить талант помогут. И, конечно, попытаются привить любовь к этому искусству, которая должна остаться навсегда. Как останется надолго и хорошая физическая форма? Ведь танцы формируют осанку, укрепляют мускулатуру и, конечно, помогают ребенку стать личностью. Вы знаете, когда это все делается с большой силой воли, с большим можностом, с терпением, то я думаю, что обязательно получится, тем более, если этого очень и очень хотеть. Я думаю, что очень много физическое укрепление, потом великая духовная культура, нравственность. Потом то, что касается взаимоотношений между мальчиками и девочками – это сохранится на всю оставшуюся жизнь. Продолжение следует...